Они зависли, Стрелатели Кинеза, ты можешь её забрать. Как они должны работать, друзья? Как? Клуб творчества, друзья, для тех, кто ценит качественные и уникальные моды. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт. Давайте рассмотрим поподробней. И я вот иногда не понимаю, почему у многих, у многих, многих людей так сильно пригорают. Это знаете, ну, блин, ну, ребята, ещё Zelda Scrolls 6 точно скоро не выйдет. Во-первых, потому что технология ещё не дошла до того уровня. Во-вторых, нужно сделать ещё новый, новый движок. Вы же не хотите, чтобы Zelda Scrolls 6 вышел на том же самом движке, что из Скайрим? Нет, я не хочу. Так что, друзья, подождите, подождите, подождите. И вот, вот, смотрите, сейчас много качественных модов, но есть ещё миллион бесплатных. Почему ругать беседку за платные моды? Вы мне объясните, почему, зачем? У вас же есть бесплатные, и она не запретила ими пользоваться. Берите любой, устанавливайте и бегайте. Ладно, знаете, она бы запретила и сказала, нет, мы только платные. Нет, она внедрила ту систему, которую уже давно-давно, давно-давно рассказывают и говорят, и никак не знают, как её сделать. А тут беседка сделала её. Пожалуйста, и всё не так. Всё-всё не так, все не хотят платить бабки. Ну, конечно, если мы посмотрим, то чтобы приобрести кредиты... Сколько здесь? Нормально. 750 кредитов стоит 7,99. Или 3000 кредитов стоит 24,99 долларов. Да, ребят, да. Ну, вы тоже поймите. Ребята, которые занимаются качественными модами, хотят и получить что-то за свою работу. Так получается, что нафига им стараться, правильно? Правильно. Ещё одно новшество. Если вы устанавливаете платные моды, платные, запомните, то у вас сохранения будут как обыкновенное. То есть, если раньше вы ставите простую модификацию, то вы уже... В сохранениях есть такая буковка М. М, которая не позволяет вам открывать, по-моему, достижения в Стиме. Если вы ставите платные моды, то это всё можно делать. Вы играете спокойно. И, между прочим, эти моды адаптированы под игру. Именно адаптированы, они не делают её имбалансной. Нет-нет-нет, они дополняют её. Ну, сейчас мы кое-что рассмотрим. Не перестаю удивляться и поражаться этим пейзажем. Skyrim Special Edition. Ну что, друзья, я сегодня буду тестировать лук и стрелы. Кстати, вот сейчас у меня драконьи стрелы. Ну, зацените. Выполнено очень качественно. И очень круто всё смотрится. Также давайте рассмотрим другие стрелы оружия. Вот у нас костяная стрела. Вау! Вау, 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 друзья! Эпик! Ледяная стрела. Ха! Вот это да! Вот так вот оно смотрится. Дальше давайте посмотрим. Ледяная. Ага, огненная стрела. Вау! Такой огонь! Не, ну, качественный мод! Качественный, обалденный! Ещё интересно посмотреть, как они стреляют. И электричество. Стрела-молния. Вот это да! Ну что ж, у нас есть небольшой квест по этим стрелам. Давайте его сейчас получим. Вот он. Нам нужно отправиться в коллегию Винтерхолд. Давненько я тут не был. Вот маркер показывает. Тут у нас том заклинаний стрелы телекинеза ещё какой-то. Давайте прочитаем записку. Этот том заклинаний расскажет тому, кто его прочитает о стреле телекинеза и дарует ему не только малую способность, но и умение создавать эти особые стрелы. Стрела телекинеза? Вау! Выстрелив такой стрелой, её владелец увидит, как она зависнет в воздухе. Что? И лишь малая способность стрел телекинеза может отправить её в полёт. Что? По-видимому, одновременно в воздухе можно удерживать определённое количество стрел. Что? Если действия таких стрел уже зависли в воздухе, то в воздухе, то одиннадцатая будет спущена с тетивы, просто вернувшись в колчан. Однако, повиснув в воздухе, стрелу можно взять. Как? Что? Достигнув цели, эти стрелы теряют свою волшебную силу и не годятся для повторного использования. И так как они сами обладают волшебными свойствами, эти стрелы не восприимчивы к чарам, наруженным на лук, из которого их выпускают. Ого! Друзья, ого! Так, ну что? Это книги. Книги, книги, книги. Где эта наша книга? Вот мы её изучили. Теперь давайте попробуем их создать. Ну что, друзья? Давайте, давайте теперь создадим эти стрелы. Они у нас появляются в разном. Вот, 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 вот. Ледяная стрела. Для того, чтобы создать ледяную стрелу, урон 8, нам нужно 4 морозной соли и одно полено, друзья. 4 морозной соли. Не так-то просто. Давайте посоздаём. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всё. О, огонь. Здесь нужна огненная соль. И также полено. Есть. Стрела телекинеза. Соль пустоты. Вау. Всё, не будем тратить, потому что нам ещё стрела молнии нужна. Тоже для телекинеза. Всё. Всё, всё, всё. Теперь давайте добудем уникальный лук. Я нахожусь в локации пещера Каменный ручей. И здесь мы и найдём наш артефакт. Вау. Ага. Я помню эту пещеру. Что это за дымок? Видите? Блядь, это просто какое-то испарение здесь. А, может быть, это как будто, знаете, тёплая горячая вода. Ага, я уже кого-то вижу. Привет, дружок. Я помню первый раз, когда сюда пришёл и вижу вот эту вот локацию. Думаю, чёрт, ну как же туда можно добраться? И я не знаю как, но как-то добрался по текстурам, долго парился. Но, оказывается, туда нам не нужно добираться. Привет. Вот он. Вот этот тот самый. Воу, воу, воу. Тот самый лук, который нами нужен, друзья. Неплохо денег. И вот. Гибельная грань. Воу, случайным образом применяет к цели один из этих эффектов. Мороз. Деморализация. Что такое деморализация, друзья? Напишите, я не пойму. Бешенство, высасывание магии или паралич. Урон 41. И, возможно, наверное, его ещё можно улучшать. И я его забираю. И хочу, хочу, хочу его поиспользовать. Вот это да. Кстати, обратите внимание, у него вот такой вот глаз. И он живой. Он шевелится. И это превращает лук в какое-то органическое существо. Он живой, друзья. Наверное, очень круто подойдёт органянину, да? Ну, точно такой же глаз, как у органянина. Вы посмотрите. Вот это да. Вот это да. Вот что я называю качественным. Качественным модом, понимаете? И человек, который такой создал, действительно должен получить свои заслуженные деньги. Действительно. Вау, вау, ещё он. Оп, оп, смотрит. Моргает. Класс. Ну что ж, давайте его оденем. Так, с какими стрелами? Давайте сначала попробуем с... Вот, с огнём. Сейчас будем тестировать. Да, ребят, лук, конечно, смотрится эпик. Вы посмотрите на этот глаз. Вот это да. А стрела... Вау! Охотимся. Бу! Вот это да. Так, давайте. Оружие. Попробую теперь. Вот, костяная стрела. Их я не наделал. Не наделал. Вообще не переделал. Вот. Она, в принципе, немножечко изменена. Ничего такого особенного. И, скорее всего, на неё можно наносить какое-то зачарование. Попаду. Воу! Эпик! Эпик, друзья! Так, давайте ещё дальше тестировать. Вот. Ледяная. Ледяная эпичная стрела. Ага. Там уже кто-то согрелся. Ооо, да, действительно. Мне аж холодно стало. Интересно, на сложности выживания, если ты с них стреляешь, ты замерзаешь? Ха-ха. Да, шучу. Дайте-ка сохранюсь. Вау! Ну, урон, конечно, маленький. Но наш противник замерзает. Вы только посмотрите! Да! Вот это жесть! Ещё какая-то магия, да, срабатывает? Что это за эффект такой красненький? Замечаете? И есть вот. Молня. А ну, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Лучник, привет. О! Ага, сработал эффект. Бешенство, по-моему. И... Он просто убегает. Ребят. Ого! А чё это? Стреляет тише. Аааа, скорее всего. Скорее всего, у неё появились точно такие же стрелы, как и у меня. И... Ха-ха. И она начала гасить ими же. Так, и давайте попробуем. Давайте попробуем теперь... ...ещё эти стрелы телекинеза. Я не понял, что это имеется в виду, друзья. Вот так вот они выглядят. Урон у них 10 всего лишь. Ну чтож. Поехали. Воу! Что это? Она... Что это происходит? Вы... Вы это видите? Я ничего не пойму. Какого чёрта они... Какой смысл? Что происходит? Ага, вот он. Не стоило. А теперь давайте попробуем взять обыкновенные стрелы, потому что у меня такое ощущение, что наш лук не использует весь свой потенциал именно с этими стрелами. Потому что они и так... ...зачарованы. Так. Иди сюда, мой дорогой. Куда он спрятался? Бедняга. У тебя же ещё много жизней. Да, видите? Если вы не используете эти стрелы, у вас ещё срабатывает паралич. Да! Вау! Обалденный! Обалденная модификация, друзья! Так что я вам рекомендую. Хм... Всё, друзья. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. И я думаю, вы поняли, что мы будем рассматривать платные-платные модификации. Они того стоят. Всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на мою группу. Заходите. Заходите ко мне в группу ВК. Подписывайтесь, друзья. И предлагайте ваши интересные новости. Всё. Всем счастья, добра и пока!